Молодчики попытались вынести с участка, толкаясь. Затем просто нагло не допустили до пересчета голосов. Затем по надуманному предлогу отвезли в отдел полиции Лаишево, где я провел ночь, и в обед. Состоялся суд, на котором суд подтвердил, что я как бы не виновен. Отпустили. Прикатили производство отношений меня. Но главную задачу они добились. Главная задача, которую мы поставили, видимо, они добили не допустить меня к пересчету. На моем участке 17.57 столбища. Кандидат в подпись на Россию победил меня всего с разницы в один голос. Всего в один голос. Понимаете? Это уникальный случай в Сахарскане. Да, уникальный. Но тем не менее. Откуда-то вдруг взялось 57 испорченных бюллетеней. Я в такие совпадения не верю. То есть, вероятно, это голоса моих избирателей, которых просто нагло обманули, писав какие-то... Можно потише. Можно потише. Я уверен, что эти 57 испорченных бюллетеней – это голоса моих избирателей. Я должен был победить на этом участке. Я реально победил. Мне обидно, что власть в лице избирательной комиссии не услышали голоса моих избирателей, которые проголосовали за то, чтобы в нашем поселении были изменения. В лучшую сторону. Для народа, для жителей. И у людей... Товарищ полиция, можно прекратить эти изображения? Сотрудники полиции. Прошу унять... Ладно. Администрация Лаишевского района предприняла беспрезидентные меры по отношению к независимым кандидатам, которые выдвигались по нашему поселению. Практически вся администрация Лаишева сидела у нас столбичек на участке в качестве наблюдателей, членов комиссии. То есть, нагнали каких-то глотников под предлогом того, что они какие-то там члены комиссии тоже, которые пытались душить на улице, не допускали до участка, рубашку порвали. Вот только такой ценой, только такой ценой, с разницей в один голос, нынешняя власть может удержаться в своих креслах. Только таким...